Добро пожаловать в наш канал! Сейчас маяк, чтобы мы могли привлекать поселенцев в свое село. Маяк я поставлю, наверное, тоже на отшибе. В принципе, разницы нету, где он стоит. Мы просто его будем на время отключать, потому что если его не отключать, очень много поселенцев приходит. У нас становится недостаток жилья и очень много поглощается еды. Поедается. Поглощается. Какая разница. Также мы в той серии построили с вами, уже настроили литье. У нас есть куча чугуна. Чугун производится у нас из железа, который мы добываем здесь. Но что-то он никуда не уходит. Чугун, на самом деле, очень потом будет нужен. Также мы уже... Так, маяк готов, ребят. Работает. Все. Примечание. Текущий прогресс будет сброшен, если маяк погаснет. Ожидается 16 беженцев через 3 месяца. Ну, 3 месяца не так-то и долго, я думаю. Месяца вроде у нас идут быстро. А мы в это время, ребят, начинаем уже... Поставим сейчас с вами на изучение. Так, производство цемента на исследование поставим. Потом восстановление верфи. И также, ребят, рампа для машин нам обязательно понадобится. Потому что мы будем водить много труб. И экскаватор не может проезжать под трубами. То есть, насколько бы вы их высоко не подняли, он не может там проехать. Поэтому нужны вот такие рампы для машин, чтобы они могли переезжать через трубы. Также добавляем очередь изучения обязательно. Ну, и, конечно, наверное, строительство поставим уже высокотехнологичных стройматериалов. Также на изучение все ставим, чтобы оно у нас не останавливалось. У нас уже недостаточно двух рабочих, офигеть. Мест вроде жилых у нас достаточно. Так, хорошо. Что мы делаем? Значит, где у нас... Мы настраиваем производство нефти. Так как нефть у нас исследовалась. Навык. Да, вот. Производство топлива у нас уже навык изучен. Поэтому смотрим, где у нас находится нефть. Вот. В этом райончике у нас есть нефть. Но у нас тут столько леса, прям что офигеть. Ладно. Давайте тогда выставляем здесь. Вырубаем этот слой. Здесь у нас, значит, нефть, да. Выставляем здесь. Наверное, пару штук, ребят, я поставлю. 20 киловатт они энергии используют. Так, ставим тогда. Здесь у нас будет еще заезд, не забываем. Ставим нефтяных пару скважин, наверное, ребят. Вот одну вот здесь поставим. Так. И одну скважину поставим вот здесь, рядышком, прям. Вот так, чтобы мы могли две трубы вывести сразу. Я не знаю, ставить ли между ними сборник топливный. Давайте, наверное, все-таки его построим, ребят. Нам нужна цистерна, склад. Так, цистерна. Мы поставим одну цистерну. Блин, посмотрите, как будет потом нам неудобно подниматься наверх. И машинам неудобно будет ездить сюда. И экскаватору. Блин, конечно, не очень удобно я поставил это все дело. Ладно, мы это дело выведем, все. Придется поднимать трубу, ребят. Придется поднимать трубу, чтобы машины могли ездить. Блин, очень неудобно здесь на самом деле. Ладно, хорошо. Мы здесь потом рампу поставим. И все будет отлично. Так. Давайте вот сюда ставим тогда сборник. Маяк готов. Это мы все уже смотрели. Так, вот нам пришли новые люди. Население у нас увеличилось на 16 человек. И также они с собой принесли некоторые ресурсы. Как вы видите. Продолжаем строительство вот этой богадельни. Так. Где у нас конвейеры? Нам нужно вывести две трубы. Блин, но у нас еще рампы. Наверное, надо, ребят. Давайте я пока что подниму их. По максимуму. Так. Мы по максимуму пока что их поднимем. Так. А вот сюда никак. А что это за закругление такое странное? Какое-то странное закругление. Так. И здесь так же сделаем. Ага. Какое-то странное здесь закругление получать. Все. Есть. Потом, ребят, ставим нефтеперерабатывающий завод. Смотрите. Нефтеперерабатывающий завод у нас вырабатывает выбросы в атмосферу. И так же еще отходы, которые мы должны сбрасывать в реку. Поэтому этот завод лучше по максимуму поставить, конечно, было бы возле воды. Но ладно. Мы его поставим здесь. Так же в завод к нам надо будет подвоз угля. В принципе, уголь у нас добывается здесь. Очень близко. Это отлично. Ставим вот здесь завод. И теперь нам надо, ребят, делать от него отведение. Так. Выбросы в атмосферу мы поставим здесь, прямо рядом с заводиком. Так. Вот с этой стороны. Есть. Соединяем это дело трубой. Так. Отлично. Выбросы готовы у нас. Так. Не надо мне это. И теперь нам надо сделать, ребят, отвод выбросов через трубу. У нас появилась сливная труба, которую мы должны установить вот здесь примерно. Блин, она нам очень будет, ребят, мешать. Пока у нас рампы не изучены, она нам очень будет мешать. Надо поменять местами. На изучение поставить вот это потом. Убрать с очереди. Убрать с очереди. Вот это также убираем с очереди, наверное. Отменяем. Мы потом это все изучим. И рампы пусть у нас исследуются в первую очередь. Потому что они нам очень нужны, чтобы экскаваторы могли ездить через трубы. Так. Добавить в очередь. Это мы все потом изучим. Все. Да. Должно все изучиться. Наверное, немного мы ускорим это дело. Блин, ну, конечно, с трубой косячок. Косячок с трубой. В принципе, этот экскаватор будет ездить сюда заправляться. Так. Это ему придется объезжать, если что. Ничего страшного. Мы потом все изменим. Новые опять-таки пришли к нам поселенцы. Еще 16 человек. Которые принесли нам также опять ресурсы. Так. Главное не переборщить. У нас сколько рабочих мест сейчас мы... Ой, сколько жилых мест сейчас мы посмотрим. Так. Ну что. Давайте тогда вести трубу с вами уже непосредственно, которая будет выбросы делать. Я не знаю. Наверное, я ее через зад поведу. Так. Вот так. Чтобы мы потом могли подключиться. Мы ее потом опустим здесь. Потому что экскаваторы, блин, не могут проезжать под этой трубой. Вот что неудобно. Есть. Выбросы у нас настроены. Машины возят нам материальчики. Строй материалов у нас как раз-таки почему-то недостаток стал. Какого-то. А почему? Недостаточно сырья. А чего недостаточно? Дерева нету, ребят. А кто у нас на лесозаготовке? Не успевает одна машина на лесозаготовке? Может еще одну все-таки поставить? На угле у нас две машины, да? Вот это что у нас? Убрать и назначить на лесозаготовку. Все, пусть катится. Все, ребят. Рампа для машины у нас изучена. Давайте, наверное, мы все-таки вот здесь сейчас немножко приберем. Поменяем вот эту трубу. Сейчас мы ее пустим понизу. Будет все good. Не будем ее поверху пускать. Так, вот там будет вывоз топлива. Поэтому вот сюда. Нет, по верху по-любому нам ее придется пускать. Потому что нам под ней надо будет провести еще вот здесь трубу. Так, теперь опускаем ее по максимуму. И ведем вот в эту часть. Тут у нас по стройматериалам косички какие-то начались. У меня их столько много было, а сейчас что-то их не стало. Дрова никто не возит. Почему? Почему никто не возит дрова? В принципе, вот это здание, ребят, нам уже больше не надо. Вот сюда все дрова возят, короче. Вот это здание нам уже не надо. Давайте мы его снесем. Все. Оно нам не нужно вообще, потому что уголь у нас поставляется уже с карьера. Для чего нам это здание, в принципе, непонятно. И делаем доставочку топлива вот таким способом. Оп. Все. Пошла стройка. Нефтяная вышечка у нас уже... Нет, одна еще не заработала. Одна заработала, так как она подключена. Почему она заработала, а эта не заработала? А, здесь она уже полная. Она уже выработала все, что можно. Все. Доставка бревен, я надеюсь, пошла. Да. Теперь ждем трое материалы. Так, по урожаю у нас все отлично. Исследования идут. Да, ребят, и давайте рампы поставим сразу. Так. Я уже запутался. Где эти рампы находятся-то? Вот, вот они, вот они. Вот, поставим такую большую здесь. Хотя, в принципе, лучше на три, наверное, ставить сразу. Давайте на две. Вот так вот поставим. Одну большую. Все, материальчики повезли. Стройка пошла у нас. Отлично. Посмотрим, что у нас еще доступно стало. Водосборники у нас есть. Бетономеситель. Бетономеситель. Высокомощный бетономеситель для изготовления бетона. Хорошо, бетон. Бетон изготавливается из цемента. Нет, ребят, нам для начала, конечно, надо будет лучше поставить дробилку вот эту. Для изготовления цемента. Так, смотрим. Вот, смотрите, у нас много чего появилось. Сначала мы поставим, ребят, дробилку. С карьеров еще идут отходы. Это камни, которые перерабатываются, потом измельчаются. Короче, вот все происходит в этом вот, вот в этой теме. Дробилки. Сейчас мы ее с вами... И нам где-то надо определить территорию, чтобы мы не мешались потом. Вот в чем дело. Давайте, наверное, где-то вот возле песка поставим здесь пару штучек дробилок. Вот таким способом, так. Сюда нам будут подвозить также материалы. Маяк. Производство топлива. Обучение также производству топлива. Дымовая труба и сливная труба могут сбрасывать эти вещества в окружающую среду. Вот так, ребят. Так, это все вообще позакрывать бы не мешало. Все отлично. Слава богу, ночь здесь не сильно, кстати, темная. Так, все. Им некуда возить дерево, смотрите. Потому что не успевают поставлять. Новые люди пришли. Ребят, нам надо пока что, наверное, выключить маяк. Так как... Маячок наш-то. Приостановлено. Все, мы его выключили. Потому что если сейчас очень много народу будет, у нас опять-таки будет вот здесь не хватать мест. Ну, мы можем еще поставить одно поселение. Но, в принципе, оно нам пока не надо. У нас 72 рабочих свободных. Так, смотрите. Производство нефти пошло. Ага, пошло. Стояночка. Что по сбросам? У нас еще труба не построена. Ё-моё, блин. То одно, то другое. Рампа стоит. Отлично. Лес я убираю здесь, ребят. Так как у нас здесь находится известь, которая нам потом понадобится. Мы ее здесь будем добывать. А что у нас красное? А, это медь. А, это железная руда. Точно, да. Красная это железная руда. У нас дробилочки строятся. С дробилочек, ребят, у нас выходит. Гравий. Так, из камня делается гравий. Из гравия делается песок. В принципе, одна дробилка может работать на гравий, да. И вторая делать из гравия песок. Также мы ставим строительные еще какие-нибудь примочки. Так, давайте посмотрим. Барабанная печь. Осуществляет кликерообразование при высоких температурах. Клинкерообразование. Ничего себе словечки. Используется для производства цемента. Угу. Цемент. Хорошо. В принципе, вот это только нам и строят. Цемент производится из известняка. Но известняка пока у нас нету. Я думаю, смысла нет. Сейчас ее строить. Готово. Так. Все, сюда у нас будет доставляться камень. Даже вот с этого же карьера. Но нам нужна машина, которая будет этим заниматься. Один мы поставим на переработку гравия. Второй мы поставим на изготовление песка. Так. Вот так у нас будет производиться эта система. И, наверное, я думаю, можно даже как-то их подключить между собой. Но у нас еще не исследованы, ребят, конвейеры для сыпучих материалов. И у нас появился электролизер, который мы можем использовать для изготовления меди. Хотя мы и тут можем медь изготавливать. Но это какой-то большой прям заводик. Ну, давайте его посмотрим, почему нет. Так, здесь у нас все пучком. Мы только, ребят, я еще поставлю одну цистерну, скорее всего, для топлива. Чтобы у нас было еще топливо. Блин, мешают, конечно, вот эти все деревья. Поставим для топливости. Ну что, построилась тут у нас? Да, построилась труба, ребят. И нам нет сырья. Подождите. Как-то ее надо развернуть, по-моему. Почему у нас не работает завод? Завод не работает, потому что переполнен. Вот для этого я и поставил вот эту штуку. Так, здесь мы с вами берем, путаюсь постоянно, конвейерчик вот такой. Подождите, я не то подключил, ребят. Я подключил, чтобы топливо, короче, скидывалось туда. Ясно, понятно. Нет, нам такое не надо. И плохо, что нельзя убрать какую-то часть. Посмотрите, мы просто убираем всю трубу. Вот это очень плохо. Очень плохо. Так, труба. Ведем новую трубу, конечно же. Сейчас эту соберут у нас, ребятки. Офигеть просто. Давайте мы пока подключим именно... Подождите, что я тут... Так, топливо, мы. Я что-то запутался уже. Топливо мы подключаем вот сюда. Вот так, да? Даже можно поднять. А хотя тут не поднимешь. Так, и мы подключаем далее... Да ё-моё. Вот. Мы подключаем слип. Так. Опускаем это дело, всё. Можно строить, видите, какими-то частями небольшими. Всё. Пошёл процесс. И СО2 у нас всё готово. Здесь у нас вход есть. Всё. Должно сейчас, ребят, построиться. И мы уже начнём производить топливо своё личное. Кстати, видите, экскаваторы также ездят заправляться. Поэтому им обязательно нужен доступ к топливу. Ну, сейчас вот они начнут ездить заправляться, я думаю, сюда. К этой... О, она уже полная. Смотрите. А! Нифига себе. Также, ребят, каждый склад... Да, здесь я построил также два склада. Один для стройматериалов. Два для стройматериалов. Два для чугуна. Да, но что-то у нас его прямо очень много. Так, что у нас ещё в исследованиях? В исследованиях у нас исследуется восстановление верфи. Вот здесь мы потратим тоже немножко материалы. Давайте также наполним... Наполним наш... Причал. Топливо корабля. Смотрите, как быстро это всё дело наполнилось. Всё. Так, чуть на паузу. Восстановление верфи. Так, мы можем восстановить верфь, ребят. Ремонт. И сюда нам надо доставить 100 стройматериала. Ну, в принципе, изи. Соточка. У нас два склада уже практически наполовину загруженных. Нефть у нас валом. Куда это всё девать, пока не знаю. Наверное, надо ещё заказать машинку одну. Ну, на машинках здесь... В основном игра строится, походу, на конвейерах. Здесь очень много надо делать конвейеров. Поэтому изучаем транспортеры, в первую очередь. Потом хранилища. Заправку. Для того, чтобы наши экскаваторы могли далеко не ездить. И орошаемые плантации. Ну, для орошаемых плантаций, ребят, там надо... Которую можно снабжать водой и удобрениями. Удобрения. Ну, до удобрения я ещё не знаю, сколько здесь. Готово. У нас, ребят, теперь появ... Почему-то так подключивать начало. У нас появился цех, который производит... Как там они называются? Короче, один цех, ребят, я улучшаю. Он будет у нас производить уже... Какие там я забыл? Блин, ёпар СТ. Он будет производить у нас... Я уже забыл, честное слово. Вот. Высококачественные... Какие-то сборочные производительности нужно собирать. Сложные изделия. Короче, здесь уже будут у нас золотые стройматериалы. Я не знаю, как это ещё назвать. Добыча солярки у нас готова. Дерево у нас опять-таки никуда не уходит. Один цех я улучшил. Здесь мы... А, нам нужна медь. Давайте, ребят, ещё поставим тогда... На переработку меди. Пару заводов, наверное. В принципе, угля нам хватает. Занимаемся тогда переработкой меди. Ставим две доменные печи. Для... Так. Давайте вот здесь поставим две доменные печи ещё. И здесь у нас будет производиться чисто медь. Так. Сюда также выводим СО2. Вот сюда. Помеж булок, как говорится, поставим СО2. Вывод. Сюда. И вывод. С другой стороны, да? Вот неудобно, видится, сейчас. Хоть ты для этого обратно строй, блин. Так. Нифига, блин, неудобно, а. Вот тут... Ну, никак неудобно, ребят. Вообще просто, абсолютно. Так. Как вот этот СО2 вывести, блин? Ха-ха. Да, медь также у нас производит шлаки, да? Которые также потом будут уходить на переработку. Под стройматериалы. Блин, офигеть, просто жесть. Вот с этими трубами здесь замутили. Нам главное, чтобы машины могли доставлять сюда что-то. Так. Очень неудобно. Вот так. Всё, машины смогут подъезжать или нет, я не знаю. Посмотрите, прям, прям где не надо. Нет, подождите, меня такой расклад не устраивает. Вот эти трубы мы сейчас сносим. Так. И ставим другие трубы. Так. 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 И вот так. Всё. Вот так будет лучше. Я надеюсь на это. Отлично, верфь готова. Всё. Верфь у нас, ребят, построена. Цех по производству... Хороших стройматериалов. Здесь мы выбираем... Нет, пока не выбираем, потому что нам нужна медь. Так же нам нужен карьер по производству меди. Так. По добыче меди. Фу, я уже начинаю запутываться очень много всего. Карьерные работы. Где у нас отсек? Отсек карьерной работы мне надо. Диспетчерская вышка. Ставим её так же. Вот здесь. Так. Сюда. У нас экскаваторы, по-моему, свободные есть. Да, ребят, есть свободные экскаваторы. Назначаем сюда сейчас один экскаватор. И одну машинку. Так. Далее мы размечаем зону. Вот, наверное, вот так примерно будет размещаться зона у нас. А, это зона отвала. Подождите. Не то пальто. Зона добычи у нас. Вот примерно вот так будет всё происходить. Всё. Пусть работают здесь. Сейчас построится диспетчерская вышка. Добыча меди пойдёт. Так же нам нужен сейчас завод. Не завод, а... Так, подождите. А вот здесь... Литьё мы производим. Так, наверное, надо вот эту, ребят, штучку всю разобрать. Я поставлю сейчас у нас здесь... А, так у нас здесь нифига не осталось. Смотрите. Один кирпич. Сейчас она исчезнет. Ставим завод по производству меди. Вот этот большой. Электролизер. Очищает медь. Нет. Для производства меди мы ставим, конечно, вот этот заводик, который у нас здесь стоят. А там электролизер, который будет нам производить уже очищенную медь. Оказывается. Блин, смотрите. Дофига я заводов тут всё-таки настроил. Нам пока, я думаю, достаточно бы одного было. Давайте вот так сделаем. А этот завод мы поставим вот таким способом. Так, здесь у нас будет конвейер и выход меди. Всё, отлично. Конвейеры у нас должны скоро изучиться. Рабочих у нас 48. Надо, ребят, либо строить ещё одно поселение, либо ждать, пока в исследованиях мы улучшим наши дома. Но это будет... Вот. Нет. Это будет не скоро, ребят. Поэтому давайте строим ещё одно поселение. У нас явно скоро не будет хватать рабочих мест. Наверное, вот здесь где-то я его расположу. Вот здесь, ребят. Пусть отстраивается. Здесь у нас уже начались работы по производству меди. Отлично. Что мы делаем с дробилками с этими? Так. Смотрите, опять-таки, как неудобно. Их надо было в разные стороны ставить. Вообще жестокая тема. Их надо было ставить в разные стороны. И нам нужны, точно, нам нужны конвейеры для сыпучих грузов. Когда они там уже произведутся? Подождём, пока изучатся наши конвейеры. Потом продолжим. Доменная печь требует рецепта, ребят. Вот здесь мы выставляем сейчас... Вот, как раз мы в это время сейчас поставим здесь. Не знаю, один завод я вообще для чего сделал. Надо один убрать пока что. Вот это у нас сюда будет идти. И опять-таки, для того, чтобы медь сходила с конвейера, нам надо сейчас будет дожидаться конвейеров. Поэтому ждём. Один завод, ребят, я снесу. Он пока нам не нужен. Закончено исследование транспортеров. Ну, пока оно исследовалось, я тут много чего ещё нашёл. Можно ремонтировать корабль, ребят. Ремонтируем его. Нам нужно сюда всего 124 чугуна. Чугуна у нас два склада. Также, ребят, сейчас у нас улучшилось наш причал. Здесь можно улучшать корабль, как вы видите, да. Это двигатель там можно улучшить. Но это всё надо ещё исследовать в будущем. Здесь будут стоять орудия, броня различные. Сейчас мы починим корабль, заодно его отправим. Сейчас, ребят, мы ложим транспортер. Как вы видите, медзу у нас уже начала поставляться. Так, сейчас мы строим транспортер, чтобы транспортировать нашу разведка мира. Да, я ещё заказал, открыл маяк. Построилось наше ещё одно поселение. Так, запутываешься, столько всего. Вот, у нас появились новые ленты. Это лента для транспортировки уже, как мы видим, крепких, больших товаров. Да, и допустимые, вот это сыпучие в основном грузы. Здесь там у нас производится медь, поэтому эту медь мы отправляем сейчас по вот этому конвейеру для переработки в чистую медь. Так. И нам обязательно надо поставить склад, ребят, для меди, я думаю. Для чистой меди. Так, да, мы... Склады, на самом деле, здесь очень маленькие почему-то. Ставим ещё один склад. Сюда мы будем уже скидывать нашу чистую медь. Кстати, также по конвейеру. Можно везде уже расставить конвейеры. Так. Отлично. Сюда мы будем уже скидывать чистую медь. Здесь всё можно делать конвейерами. То есть машины здесь только подвозят. Дерево, например, там, или ещё что-то. Так, далее. Далее, ребят, не забываем, что у нас также есть вот здесь два завода. Это мы также соединяем конвейерами, по которым будет доставляться это всё на склады. Один склад, ребят, я хочу переделать под другие строительные материалы. Вот этот мы делаем. Так, а это всё надо теперь как-то вывести. Вот, да, кстати, чтобы опустошить склад, нам надо просто сделать вот так вот. Этот склад сейчас перевезут в этот склад, если хватит места. Так. Я надеюсь, места хватит. Опустошаем этот склад. И мы переделаем его под нормальные стройматериалы. Так, я думаю, хватит места. Блин, чуть-чуть, по-моему, не хватает. Так. Ну, ещё 22. Нет, ребят, не хватает нам. Этот заполнять поставим, чтобы его не трогали и что-нибудь построим. Мы сейчас, ребят... А, эти конвейеры. Вот эти конвейеры, они строятся уже вот из этого материала. Я извиняюсь, приболел чуть-чуть, ребят. Прошу простить. Стройматериалы второго уровня, то есть, высоко... Как-то высокотехнологичные, да? Из них строятся уже эти конвейеры. Но, как вы видите, для этого нужна медь, которая вот здесь у нас должна производиться. Но почему она здесь не производится? Чего не хватает у нас? Чугун убираем здесь. Так, всё. Здесь из меди у нас производим расплав. Получаем неочищенную медь. Из неочищенной меди мы получаем... Да, нам конвейеры, видите, строят в первую очередь. Здесь уже пошло производство, в принципе. А, смотрите, здесь ещё... А медь здесь очищенная нужна или нет? Для производства. Нет, ребят, здесь нужна обычная медь. А, нет, всё-таки нужна очищенная медь. Так, ладно. Всё, видите, распределяется. И этот завод просто у нас не справляется. Придётся чуть-чуть ускоряться. Чё там по маяку у нас? У нас уже 186 человек, 64 безработных, но ещё есть места жилья. Вот эти вот, ребят, плантации со временем как-то наворачиваются. Плодородность у них, видите? Некоторые культуры снижают плодородность почвы после каждой жатвы. От плодородности зависит итоговый урожай. Плантация с плодородностью 50% даст только половину от расчётного урожая. Видите? Короче, здесь плодородность плантаций наворачивается. И в итоге потом приходится... Ну, у нас с едой вообще проблем нет. Приходится строить новые. Вот такие дела. В принципе, с топливом проблем нет. Что у нас с нашим кораблём? Давайте посмотрим. Ремонт уже закончен, да? Это я не знаю, что... Набираем экипаж из 15 человек. И что, отправляемся уже на исследование, так? Ну, давайте вот сюда. Разведать. Посмотрим, что там нам разведает. Шаланда пошла. Электричество нехватка. Да, ребят. Нам надо ещё один генератор, оказывается. Строим ещё один генератор. Офигеть. Просто. Ну, давайте поставим. В принципе, нам не сложно. Вот. Всё. Всё отлично. Ещё люди пришли. 16 человек. Также принесли нам ресурсов немного. Так. С ускорением убираем. Блин, ну тут подзакипает голова, ребят, на самом деле. Ну, в принципе, всё. Мы на... А, вот здесь, ребят, ещё нам надо будет... Так, давайте посмотрим, что у нас по переработке. Барабаны. Известь. Известь пока мы не добываем. Это, наверное, в следующей серии, ребят, будем добывать. Литейная установка. Это всё у нас есть. Доменная печь. В принципе, дробилки у нас пока не работают, к сожалению. Нет сырья. Так, а что сюда у нас идёт? Шлак. Шлак у нас вывозится из медного завода. Так. А почему там не сырья? Потому что у нас как-то не идёт производство. Хранилище. Это у нас хранилище. Давайте посмотрим, для чего. Изучилось у нас. Вмещает до 180 единиц сыпучих материалов. В принципе, можно для примерчика поставить бункер, да? Для сыпучих материалов. Сыпучие у нас будут вот здесь находиться. Но пока смысла нету ставить, потому что я не знаю, что с него будут производить. Шлак. Дроблённый шлак. Почему нам не возят шлак? Камень не возят. А у нас здесь камень не добывается, что ли? Каждому экскаватору также можно назначать, что он будет добывать. Так, вот здесь сейчас мы, ребят, разберёмся, наверное, и закончим. Смотрите, для производства нам нужен шлак. Так, дроблённый. Производство дроблённого шлака. Ну, давайте мы шлак сейчас будем перерабатывать. Так, здесь у нас из камня мы получаем гравий. А почему мы не добываем камень? Вот здесь, по сути дела, у нас должен добываться камень. Заодно, как бы. Камень, да. Но этот экскаватор добывает медь. Поэтому, наверное, на камень, ребят, нужен отдельный экскаватор, который мы назначим вот сюда. Ой. Да, мы назначили сюда. И этот экскаватор, который у нас здесь стоит, будет добывать нам чисто камень. Так. Посмотрим. Наверное, ещё одну машинку я сюда закреплю. Всё. И в следующей серии мы как раз добрались уже до известняка. В принципе, всё у нас работает. Медь выливается. Конвейеры строятся. И корабль наш должен, вот, уже. Так, смотрите. Наш корабль кое-что обнаружил. Это нефтяная платформа. Нифига себе. Технология глубоководного бурения. Новое открытие. Вау. Нифига себе. Здесь даже технологии какие-то можно добывать. Добывать. Это хорошо. Начать ремонт, ребят. Начинаем ремонт, да. Здесь надо 80. Пока нет. Пока не начинаем. 80 стройматериалов нужно. Высокотехнологичных. Надо, наверное, ребят, ставить ещё один цех по производству высокотехнологичных стройматериалов. Что мы сейчас и сделаем. Так. И у нас ещё бетономеситель есть. Так. Но для производства этого нам нужен цемент. Тогда мы сможем... Да. Ребят, нам нужен... Всё. Вот здесь точно. Я забыл. В первую очередь строить надо... Как его? Короче, нам надо добыча бетона, потому что стройматериалы строятся... Вот. Давайте посмотрим. Стройматериалы... Вот. Бетонные плиты нам нужны для производства стройматериалов. Поэтому цемент нам обязательно нужен. Как я, блин, забыл вообще про это. И если у нас сейчас будет недостаток стройматериалов, мы просто будем в опе, ребят. Вот эти стройматериалы высокотехнологичные производятся из обычных стройматериалов. А обычные стройматериалы производятся из бетонных вот этих кирпичей, которые у нас были вот в заброшенной этой станции связи. Нам срочно надо исправлять ситуацию и срочно строить бетономеситель. По-любому. Бетономеситель и любым способом нам надо... Песок. Песок у нас будет выходить отсюда. Поставим это дело, наверное, вот здесь, ребят. Бетономеситель в любом случае мы строим. Так. Который что будет у нас? У нас будет... Нам нужна будет вода, но вода у нас как бы есть. Цемент. Дробленый шлак есть. Цемент нам обязательно нужен. Производство цемента. Где у нас это находится? Вот, ребят, цемент. Цемент обязательно нам нужен. Поэтому ставим вот здесь также производство цемента, в котором мы будем... Все, ребят, продолжим в следующей серии. Я думаю, мы в следующей серии разберемся с этим. Которую мы скоро и начнем. Всем, как всегда, спасибо огромное за внимание. Обязательно оставляйте комментарии. Вот видите, как бывает. Забыл, блин, а то, что очень важно. Ну, надеюсь, мы эту ситуацию исправим. Так что подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВК. И жду вас в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok